Субтитры создавал DimaTorzok Силат — это название системы боевых искусств, имеющей происхождение в Малайзии и Индонезии. Точно так же, как и в других системах, происходящих из разных стран, в силате существует ряд стилей, каждый из которых имеет свои особенности и характеристики. Некоторые из стилей основаны на технике, копирующей движения животных. Например, Силат Хаймау копирует движение тигра, Силат Чака Хилам — движение орла, Силат Маджапали и многие другие. Отдельные стили, хотя и основаны на подражании животным, но копируют не их движение, а их поведение в бою, характер и другие природные особенности, которые переработаны для использования человека. Одной из таких форм является Силат Сапикало. В дословном переводе Сапикало означает «жало Скорпиона». Однако техника Сапикало скорее основана не на движениях Скорпиона, а на его принципах. Скорпион не вступает в борьбу до тех пор, пока его не провоцируют. И если он начинает бой, то наиболее мощным его оружием становится жало. Силат Сапикало ученика обучают использованию оружия, данного ему богом, и стратегиям, которые превращают это оружие не в одно, а в множество смертельно опасных жал. Имя основателя данной системы — Унку-Ансародин, Атос. Уже 11 лет Ансародин живет в Малайзии, но родился он в западной Суматре, которую называют еще Гудан-Силат или Колыбель-Силата. Здесь можно встретить сотни систем Силат, и некоторые из них являются наиболее сложными и загадочными из систем боевых искусств мира. Унку-Ансародин Атос начал изучать Силат в возрасте 11 лет, когда он наблюдал за своим дедом по имени Супи Гиндо Роджо, и не прекращает обучение по сей день, хотя он теперь является гуру Силата или мастером. Силат изучается в семье Унку-Ансародина уже во многих поколениях. Важно заметить, что отношения многих гуру к своей работе по преподаванию Силата различны. Одни из них проводят годы с учениками, изучая лишь одну часть системы, тогда как другие рассматривают всю систему, за год или два. При этом нельзя забывать, что изучить систему и овладеть системой абсолютно разные вещи. Такой метод преподавания обычно практикуется в маленьких группах по 5-6 человек на одного гуру, не более того. Именно таким образом Унку-Ансародин изучил за 20 лет почти 20 систем Силата. Из этих 20 систем Унку-Ансародин, или учитель Пак Унку, синтезировал Силат Сапиккала. Силат Сапиккала в основной неперекодной форме имеет немного общего с теми мягкими формами, которые обычно ассоциируют с Силатом. Причина этому заключается в том, что на изучение этих мягких форм требуется слишком много времени, и слишком долго необходимо заниматься, чтобы добиться боевой эффективности. Во многих видах традиционного Пинчак-Силата ученики начинают изучение с мягких форм, постепенно переходя к жесткому применению этих форм. Учатся комбинировать мягкую и жесткую технику, и добиваются профессионализм. В процессе обучения Силату Сапиккала все делается обычно наоборот. Сначала ученики изучают жесткую технику, переходя на более продвинутых уровнях к мягким формам. Эта тенденция хорошо появляется на уровнях с первого по пятый. На третьем уровне вы найдете введение в мягкие формы. Изучать эти формы в Силат Сапиккала необходимо, так как многие виды техники происходят из этих традиционных форм. В части резюме к основному переходному и продвинутым уровням части 1, 2, 3 особое внимание уделяется применению. Цель заключается в том, чтобы сделать из учеников настоящих профессионалов за, возможно, более короткое время. Для оптимального понимания различных видов техники в системе Силат Сапиккала, каждый термин на малайзийском языке снабжен подстрочным переводом на английском. Часть первая. Эта часть содержит введение в базовую технику и применение уровень первой базовой уроки по пинчат Силат Сапиккала. Тема 1. Понимание техники работы руками из положения сидя со скрещенными ногами. Тумбоккан. Удары. Тотоккан сату джари. Дандуа джари. Удары одним и двумя пальцами. Тикаман мпат лая джари. Удар копье четырьмя пальцами. Тикаман мпат лая джари. 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 Продолжение следует... 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 Пописал танган knife-hand технику. Техника руконожка. Применение. Тема 2. Основные стойки. Техника работы ногами. В этой теме разбирается понимание стоек, техники работы ног, ударов наружной стороной стопы, коленями и подсечек. Стойки. Прямая высокая стойка. Боковая стойка с равномерным распределением веса на обе ноги. Задняя стойка. Передняя стойка. Куда-куда менджонкоп low stands. Низкая стойка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...